Я сейчас просто её природу обешу вам, и вы поймёте, как её лечить. Знаете, ревность возникает только по одной причине. Ревность означает неумение любить. Если человек не может отдавать себя другому человеку, то он не может также и дать ему возможность жить. Ревность — это типичное желание убить человека. Убить его возможность жить. Потому что что такое ревность? Это не давать человеку быть счастливым. Улыбаться ему, смотреть по сторонам. То есть человек, когда ревность в сердце возникает, это означает, что мы хотим всю энергию счастья, которая есть у близкого человека, а мы считаем, что она принадлежит нам. Это очень эгоистическое чувство ревности. Очень эгоистическое чувство. У меня вот нет никаких проблем с тем, что если жена будет разговаривать с каким-то мужчиной другим. Нет никаких проблем вообще. Почему? Потому что у нас очень такие честные отношения с женой. Очень честные отношения. Мы ничего не скрываем друг от друга. Когда в семье есть желание служить друг другу, то отношения сближаются. Когда они сближаются, они становятся честными. Когда они становятся честными, ревность проходит. Ревность означает, что ты не знаешь близкого человека и не веришь ему. Почему ты не знаешь его? Потому что ты никогда ему не служил. Ты просто всегда хотел им наслаждаться. И все. Всегда. Только чтоб он сделал тебя счастливым. И все. Означает ревность. Это как болезнь, которая замещает любовь. Некоторые люди любят человека. Любовь это всегда самопожертвование. Когда ты начинаешь служить, тебе дальше хочется служить. Это бесконечный процесс. Ты всегда хочешь заботиться о человеке. И всегда хочешь, чтобы он был счастливым. Ну, допустим, человеку нравится больше с другой женщиной. И с точки зрения его счастья, пускай. Нет проблем. Ему нравится с другой женщиной? С точки зрения его счастья, пускай. Нет проблем. Так должно сказать честное сердце человека, который по-настоящему любит. Надо посадить его рядом с тобой и сказать близкому человеку. Ты, мой дорогой, ты хочешь с этим человеком? Нет проблем. Просто насколько ты понимаешь, будешь ты счастлив или нет? Вот в чем вопрос. Насколько наши дети будут счастливы от того, что ты уйдешь из семьи? Насколько у нас сохранятся глубокие отношения с тобой, что ты уйдешь из семьи? Насколько наша семья сохранится от этого? Насколько наша жизнь будет течь в том же русле, в котором она течет сейчас? Вот в чем вопрос стоит. Насколько ты действительно будешь счастливым там? Потому что семья, если создалась, то этого хочет Бог. Человек не может создать семью. Мы не можем вообще ничего создать в этом мире. Вообще ничего. Все, что здесь создается, это делает Бог. Бог дает милость таким образом нам. Допустим, человек говорит, я построил дом. Ты построил дом. Хорошо. Давай начнем сначала. Этот дом состоит из камня. Ты камень можешь создать? Нет. Город создает Бог. Ты можешь их только раздолбать для того, чтобы дом построить. Это факт. Дальше. Ты можешь сам себе здоровье дать для того, чтобы дом построить? Ты можешь сам себе дать работу, чтобы деньги заработать на то, чтобы дом построить? Ты можешь сам создать условия себе, чтобы у тебя свободное время было, чтобы дом построить? Все это создает Бог. Возможности человека принадлежат Богу, высшим силам. Они не принадлежат нам. Я нашла себе мужа. Иди, найди хотя бы вот пять лад. Париги, пройдись. Пять лад найдешь, значит, я тебе поверю, что ты мужа можешь найти себе. Искала, искала, искала. И нашла. Да тебе дали просто его, и все. И поэтому ты его нашла. Если будешь слишком гордиться, то могут забрать. Вот так вот люди хватают пространства, не могут вернуть близкого человека. Если мы сильно считаем собственностью то, что нам дано Богом, он может забрать на время или навсегда. Поэтому человек никогда не должен считать то, что у него есть своей собственностью. Это признак глупости. Дом дал Бог, жену дал Бог. Честное отношение к жизни. Честное отношение к жизни. Если Бог жену дал, ну так не дергайся тогда. Живи с этим человеком спокойно. Бог ведь может дать и счастье с этой женой. Не только жену. Если он дал жену, зачем-то он дал. Семья создается для счастливой жизни, но после испытаний. Всегда только после испытаний. Когда создается семья, начинается что? Главный экзамен жизни человека. Семья создана, экзамен начался. А это означает, что будет очень много тяжелых непреодолимых испытаний. Если человек в этих испытаниях полагается на себя, на свои силы, то он начинает пытаться контролировать мужа. Это называется ревность. Контролировать мужа. Я помню, я тоже в молодости хотел все контролировать. И развивал себе для этого силы мистические. Я поставил спичный коробок перед собой. И пытался его двигать глазами. Спичный коробок. Чуть пупок не развязался. Но коробок как стоял, так и стоял. Я что-то только не вытворял. Целый месяц. Столько времени посвятил на то, чтобы сдвинуть спичный коробок. И знаете, что я сделал? Я сдвинул свои мозги. Я понял, что мы ничего не можем в этом мире. Мы абсолютно беспомощны здесь. Я не мог даже сдвинуть спичный коробок. Не то, что там все остальное что-то сделать. Мы очень беспомощны здесь. Это факт. Если нам сейчас воздух закрыть чуть-чуть, мы помрем за несколько минут. Если воду закрыть, помрем за несколько дней. И так далее. Ну то есть у нас мы зависимы очень сильно от солнца, от воды, от воздуха, от страны, от работы. Ну то есть полная зависимость от всего. И мы... Вот что-то мы должны же контролировать, правильно? И мы контролируем мужа или жену. Вот он, объект контроля нам дан. Так это дан объект служения вообще-то, господа? Бог-то дает близкого человека для того, чтобы ему служить, а не для того, чтобы его контролировать. Моё! Все означает страдание. Сейчас я могу с вами провести эксперимент. Вот если, допустим, человека посадить рядом со мной, сколько он просидит здесь? Всю лекцию. Без проблем. Всю лекцию просидит. Но если я возьму его за руку и начну тянуть, чтобы он сидел здесь. Знаете, он может быть тоже просидит, и сейчас долго просидит всю лекцию. Но он больше на следующий раз не захочет. Это сто процентов. Садиться, чтобы его держали и тянули. Представьте, какая жизнь. Просто от того, что кто-то кого-то пытается держать, жизнь становится невыносимой. Хочется убежать из такой жизни. Нет любви. Понимаете, любовь означает, что нет никакого давления. Допустим, даже если женщина просто говорит мужу, улыбайся мне, говори со мной ласково, дари мне цветы. Простые такие фразы, женские, чисто. Женщины часто так говорят. Как вы думаете, вот мне говорят, если подари мне с любовью цветы. Я иду за цветами, приношу цветы. И мне говорят, неправильно, давай еще раз попробую. Это без любви ты сейчас. Попробуй теперь с любовью. Как вы думаете, это возможно? Нет? Нет? Любовь это же чувство абсолютно добровольное. Оно, него заставить любить невозможно человека. Наоборот, отобьешь ему всю любовь. Если ты будешь хотя бы чуть-чуть себя любить, заставлять, отобьешь всю любовь. Все. Любви не останется совсем. Представляете, что такое ревность? Это уничтожение любви в семье. Если человек начал ревновать, он убивает последние капли любви. У своего близкого человека, своей ревностью. Убивает, то есть ничего не остается. Потому что насилие разрушает любовь. Откуда взялось насилие? Неправильное представление о том, что такое любовь, что такое отношение. Отношение строится на любви. Означает служение. Когда ты служишь человеку, ты его держишь как-то или нет? Нет. Когда человек служит, человек ударит. Первое, что в служении. Что значит служить близкому человеку? Самое первое – подарить ему весь мир. Ну, то есть служить означает отпустить его своим сердцем. Не тянуть, а отпустить. Это первое, что происходит. Когда ты близкого человека отпускаешь, он становится счастливым, румяненьким становится. Потому что из него никто кровь уже не сосет. Кровь вся в щеки начинает идти. Румян не появляется. Здоровье у близкого человека. Гад такой. Здоровье появляется у него. Представляете? Некому кровь сосать. Вот. Первые признаки – счастье. Он становится жизнерадостным. Ты начинаешь замечать, что он, оказывается, может шутить с друзьями при тебе. Может весело со всеми разговаривать. Наглец. Понимаете? Так чувствует себя ревнивый человек. Он на самом деле просто не дает жить. Он просто не дает жить. Он просто считает, что жизнь человека принадлежит ему. Это заблуждение, которое будет разрушено, несомненно. Потому что это большой грех. Большой грех. За это человек ответит. Несомненно, ответит страданиями сильными. Потому что ревнивец страдает потом по-черному, когда его бросают. А бросить его придется. Это необходимость судьбы. Надо отпустить человека. Мне не принадлежит человек, Богу принадлежит. Бог создал семью. Пускай он и сам и контролирует эту семью. Я просто буду служить своему близкому человеку. Но самое удивительное заключается в том, что когда человек настраивается таким образом, это абсолютно неподкупно. Настолько сильно притягивает к такому человеку, что невозможно от него даже на минуту оторваться. Не то, чтобы уйти из его жизни. На минуту оторваться невозможно от того, кто тебя не держит, а только заботится о тебе и любит тебя. Ну как можно оторваться от такого человека? На что менять? На кота в мешке? А вдруг он вылезет так и на всю жизнь? Страшно? Если человеку служишь, заботишься о нем, воспитываешь его, все делаешь для него как надо, и он уходит. Значит, он просто глуп. Туда ему дорога. Если он глупец, пускай тогда идет, живет своей глупой жизнью. Человек, который по-настоящему служит, он не держит. Но у него есть чувство собственного достоинства. Он знает, как относиться к тем, кто уходит. Знаете, мой опыт показывает, что когда человек уходит, и он видит, что ты сломался, то он считает, что он поступает правильно. Потому что ты его недостоин. А вот если он будет уходить, и ты спокойно его отпустишь, скажешь, давай, чтобы все у тебя в жизни было хорошо. Он тогда еще подумает, уходить или нет. Понимаете? Потому что он увидит, что кто более достоин здесь, в этой семье. Ты или я. Он увидит, потому что достойный человек не жалеет ни о чем. Не жалеет ни о чем. Когда человек только служит, он не зависит. Но зависят те, кому он служит. Поэтому только служением человек может удержать рядом с собой кого-то. И это не означает насилие. Служение означает, а ты отдаешь. И когда ты отдаешь, то это самое уникальное, что может быть в жизни. Человек начинает ценить это. Благодарность — это сила, которую человек не может ни утаить в своем сердце, ни скрыть, ни выпинуть ее из сердца. Невозможно. Допустим, близкий человек с любовью служит тебе, чем если человек бескорыстно служит, первое, что у него появляется — чувство собственного достоинства. Это значит, что он не будет унижен в семье. Некоторые люди говорят, я вот служила своему мужу, а он обнаглел. Так ты не служила ему. Ты просто унижалась перед ним. Потому что на самом деле настоящее служение — это независимое чувство. Это деятельность независимая. Когда человек служит для того, чтобы привязать к себе человека, это самое большое унижение, которое только существует в этом мире. Часто люди заботятся о близком человеке, чтобы привязать его к себе. Они становятся униженными, их топчут, таких людей. Но если человек просто служит близкому человеку, потому что Бог ему человека послал, и он должен для него служить. И он служит ему. Независимо от того, как тот человек к нему себя ведет, просто заботится о нем из чувства долга, потому что Бог этого хочет. Вот настроение. Попытайтесь понять настроение, с которым надо жить рядом с близким человеком. Бог хочет, я делаю для Бога. И тогда появляется благородное чувство к человеку. Человека невозможно удержать рядом с собой. Он или хочет быть с тобой рядом, или нет. Даже если он с тобой живет рядом, но он с тобой не хочет, все равно ты не будешь с ним. Потому что человек, если с тобой не хочет, он будет делать вид, что с тобой. На самом деле он давно уже не с тобой. Потому что сердце свое человек всегда может отдавать, только добровольно. Знаете, кому? Тому, кто ему бескорыстно служит. Бескорыстно, если человек служит, то сердце всегда твое. Потому что благодарность держит. Благодарность невозможно убрать из сердца. Если кто-то бескорыстно заботится о тебе, но у тебя есть представление, что он не достоин тебя. Ты когда уходить будешь, благодарность заставит тебя быть рядом. Потому что ты не сможешь просто так уйти. Как-то не по себе. Вроде бы хороший человек, не хочу обижать. Человек остается рядом, он не может. Но если посмотреть на семейную жизнь, то мой анализ показывает, что практически в наше время, практически во всех семьях есть разруха. Разруха означает, что наступает момент, когда человека тянет в сторону, и ничего с ним невозможно сделать. Во всех семьях я это нигде, ни одной семье не видел, чтобы этого не было. Везде тянет в сторону. Но наступает момент, и у человека отшибает крышу, и все, его понесло куда-то. И в это время это идет экзамен, достойна семья Бога или нет. Если в этой семье люди искренне служили друг другу, она достойна Бога. Потому что когда человека тянет, он из стыда не останется. Он просто почувствует неловко себя перед тем человеком, который для него жил, и просто так его бросать. Но если ты его держал возле себя, если ты его заставлял быть рядом с тобой, если ты его мучил, тогда другой совсем вариант. Только возможность предоставляется и нет. Почему? Потому что насилие не является проявлением любви и никогда не будет являться. Если мы с позиции лекции начинаем говорить, ты должен вести себя так, лекции ты не слушал, я слушал. Есть любые способы, как сделать из жизни ад. Всегда, когда человек пытается заставить близкого человека делать себя счастливым, чтобы он меня делал счастливым, это всегда ад. Хоть с позиции лекции, хоть с позиции благости, хоть с духовной позиции, хоть с какой позиции. Можно Библию показывать и говорить, живи правильно рядом со мной. Но идея та же самая, это будет ад. Почему? Потому что есть только одна причина, почему мы заставляем близких людей жить правильно рядом с собой. Знаете, какая это причина? Я хочу наслаждаться счастьем в его атмосфере. Вот в этом заключается причина. Я это делаю только для себя исключительно. Чтоб он жил правильно. Для чего? Только для того, чтобы мне было хорошо. Все, нет другой причины. Это очень эгоистическое желание. Очень эгоистическое. Поэтому люди и страдают. Как только мы начинаем наваливаться на близких людей с целью заставить их жить правильно, сразу же начинаются пострадания, проблемы, мучения, разруха и так далее. Однако, во всех священных писаниях первое, что говорится о том, что близкого человека надо принять таким, какой он есть, свое сердце. Что это значит? Это значит, вот он стоит передо мной. И надо молитвой сделать так, чтобы ты его принял всего. То есть со всеми недостатками, что ты привыкнул к ним, что ты спокойно к ним относишься. Вот такой он. Все, мне Бог такого человека дал. Вот у него такие-то недостатки. Он этого не делает, того не делает, этот не выполняет. Он так вот со мной себя ведет. Он вот это вот такой и все. Вот такой человек. Все. Для чего? Для чего принимать? А для того, что пока не примешь, любить не сможешь. Любовь начинается тогда, когда ты принял. Ты сначала принял человека, потом можешь ему служить. Потому что пока ты его не принял, у тебя обида будет в сердце. Ты будешь думать, а почему он такой? А почему вот он такой мне достался? А почему вот он такой мне достался? Вот смотрите, стоит муж или жена перед нами, рядом стоит Бог. Бог, самый настоящий Бог, понимаете, стоит, который дал этого мужа или эту жену. И мы выпучив глаза на Бога, потому что когда мы мужу так говорим, мы все равно на Богу это обращаемся. Потому что он сам не виноват, что он такой, понимаете? Таким стал в результате своей прошлой кармы. И мы, выпучив глаза, Богу говорим, а почему он такой? Знаете, что мы в ответ услышим? Он, Бог, не будет на нас глаза выпучивать, потому что он блаженный, исполненный счастья. Он посмотрит на нас и скажет, я бы тебе, дорогой мой и любимый друг, сказал, почему он такой. Но ты не сможешь вынести этих слов. Потому что он дал нам самый лучший вариант из того, что мы заслуживаем. Если бы он дал что-то другое, было бы еще хуже. И на практике жизни это проверяется. Допустим, человек, Бог дал ему человека, он пожил-пожил с ним, думает, да не хочу, я могу лучше найти. Хорошо. Что он себе находит? Более внешнего человека. Он находится внешне лучше человека, внешне. Но когда он внутренне начинает с ним отношения строить, он видит пустышка. Просто пустышка. Тот хоть немножко был сердечным человеком, этот вообще ноль. А следующий еще хуже будет. А потом еще хуже будет и так далее. Это будет бесконечно. Лучше остановиться. Понятно, что когда тебя бросили, когда семью разрушили там и так далее. Может быть другой вариант. Может Бог дать лучше человека. Это факт. Но если ты цинично оставил человека, значит, будешь, получишь хуже. Потому что лучшее, которое ты получил, ты не смог принять. Хорошо, получи хуже. И распишись. Сначала, когда ты получишь хуже, ты будешь чувствовать себя очень счастливым. А потом ты увидишь истинную сторону этого человека, которого ты перепутал со своей судьбой. Потому что настоящая судьба человека, когда человек судьбу получает настоящую, знаете, она как выглядит? Она выглядит снаружи горькой. Не прикрыта горькой снаружи. А внутри она добрая. Судьба. Она внутри добрая, а снаружи всегда горькая. Противная. Неприятная. Плохая. Снаружи. А внутри она сладкая. Но надо вот эту вот наружную часть с помощью знания преодолеть. С помощью служения. Экзамен судьбы отношений сдать. И тогда ты сможешь быть счастливым с этим человеком уже. Когда он раскроется внутри. Но проблема заключается в том, что большинство семей, они не то что раскрывают человека изнутри. Они на эту наружную горечь еще свою наслаивают. И он становится, вот этот слой горечи настолько плотным становится, что до внутренности докопаться уже очень долго. Практически невозможно. И люди плюют и бросают эти отношения. Думают, невозможно. Будут другие строить. Но чего заслужил, то и получишь дальше. Жизнь так не меняется в лучшую сторону. Если мы мусор в одном месте сложили, накопили его в одной части дома своей судьбы. И в другую комнату переходим, там мусора нет. Начинаю чистую жизнь новую. Хорошо? В той комнате вся комната с мусором завалена. Как ты чисто жить-то будешь? Там живешь тоже. Ты не то что ее закрыл совсем, забил гвоздями. Это твоя комната. Ты там тоже будешь жить. Тебе надо будет туда ходить. И там будет мусор в это время. Ты будешь его видеть. Итак, ревность это просто болезнь. Это болезнь человека, который никогда не слышал, не видел о том, что такое настоящая жизнь, настоящая любовь. Это безграмотность человеческая. Безграмотность. Энергия любви приходит только от старших, только с помощью служения им. Когда ты ставишь перед собой изображение старшего святого человека и поклоняешься его стопам, поклоняешься, поклоняешься, поклоняешься в своем сердце. И в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, что такое настоящая любовь. Это очень легко, быстро почувствовать вот с помощью этого метода. Но для этого надо поверить не себе, а другому. Понимаете, вся наша жизнь соткана из веры себе. Мы очень сильно верим в себя. А это большая проблема. И это такая сила огромная. Ее просто преодолеть нереально просто так. Надо очень сильно постараться, чтобы вырваться из этой идеи и отдать себя мнению старшего. Отдать себя мнению старшего означает вручить свою жизнь ему. То есть доверить себя мнению старшего. Очень мало кто способен на это. Люди в основном только себе могут доверять. Когда человек доверяет себя мнению старшего, он таким образом начинает чувствовать его понимание вещей. Эта энергия, ощущение его понимания вещей входит в сердце. И сердце наполняется чистой жизнью, чистотой. И человек сразу же начинает чувствовать, что такое любовь, что такое правильное отношение, как надо вести себя рядом с мужем и так далее. Это в сердце приходит в виде чистоты, исходящей от старшего. Другого способа нет получить знание. Знание — это как сила какая-то приходит. Человек начинает чувствовать, как надо, через эту силу. Но если человек не чувствует, то он будет пытаться своими силами удержать возле себя объект любви. А это называется уже ревность. То есть вещь, которая разрушает семью и все. Вот как в банк. Чем больше денег кладешь туда, тем больше там денег. И тем меньше страданий. Точно так же и ревность. Чем больше ты ревнуешь, тем больше ты кладешь денег в банк разрушения своей семьи. Ну то есть вот определенное количество ревности и жить уже вместе невозможно. Все. Человек просто не может рядом находиться. Ему придется убежать от тебя и все. Хоть кем ты его назови. Хоть предателем, хоть развратником, хоть кем. Но он убежит от тебя из-за того, что ты его замучил. И все. Нет другой причины. Надо закончить этот процесс. Раньше закончить. Чем семья разрушена. Это ревность. Но есть следующий этап, который называется ненависть. И Лао Цзинь не просто говорит о том, что такое ненависть. Он дает определение, как ненависть возникает. Если человек мало любил в своей жизни, значит, ему придется много ненавидеть. И это болезнь. Любить означает бескорыстная деятельность. Просто бескорыстно что-то сделать для кого-то. Бескорыстно означает и не вспомнить потом про это. Никому не говорить. Просто, знаете, бескорыстная жизнь, она очень скромная. Человек что-то делает и не хочется по-другому. Потому что именно в этом настоящее счастье, когда ты не акцентируешь на том, что ты делаешь. Просто сделал тихонечко. Жена приготовила мужу покушать, допустим. Бескорыстно приготовила. И не спрашивает его о том, вкусно или нет. Она просто что дальше делает? Что она дальше делает? Ну, что она дальше делает? А? Да нет. Она дальше просто сидит и испытывает счастье. И все. Тихонько такая. Сидит просто и испытывает счастье. Опять тихонько. Потому что счастье можно только втихаря испытывать. Знаете об этом? Когда заорал, что я счастлив, счастье убегает. Счастье не зависит от того, что мы кричим. Сейчас люди привыкли счастье свое выставлять на показ. Сейчас светский такой тип жизни. Мы счастливы. Смотрите, какие мы служим. Вот. Вот такие мы счастливы. Счастье. Не работает система. Счастье – это вещь, которую никогда не надо выставлять на показ. Счастье. Это вещь внутренняя. Она живет внутри в человеке, в сердце в человеке. Счастье – отношение с ребенком, счастье – отношение с мужем. Не надо выпендриваться этим счастьем перед кем. Зачем? Ты хочешь его потерять? Человек просто сделал для близкого человека что-то, и даже близкому человеку это не показывает. Все. Но он будет в это время испытывать счастье. Так человек может быть счастливым всю жизнь. Просто тихонько служим и никому об этом не говорим. Все. Счастье. Результат какой? Только счастье. Только счастье. И все. И счастливым можно быть только наедине с собой. Но когда ты встретишь человека, который так же себя ведет в жизни, то ты можешь поделиться с ним этим. Он тебя поймет, и ты его поймешь. Такое общение возвышает душу. Но такой человек должен действительно жить так же. Но так бывает нечасто. Поэтому по-настоящему общаться не часто приходится. Однако, если человек начинает так жить, тихонько служить всем, он всегда будет счастливым и глубоким. И скромность, чистота, простота – это его естественные качества. Ему не надо никого себе показывать, никакие телевидения, интернет, ничего не надо. Он просто скромно живет. У него есть скромные ученики, и скромные друзья, и скромные учителя. И у него много-много скромных людей вокруг, счастливых тоже. И у них настоящая жизнь. А все остальное – это просто мыльный пузырь, который раздувается, раздувается, и ничего нет, ноль, пустота. Так человек должен жить. Если человек так живет, какая будет ненависть в его сердце? Откуда она возьмется? Что такое ненависть? «Меня не поняли», «Меня не полюбили», «Меня обделили», «Меня обидели», «Меня сняли с должности» и так далее. «Меня, меня, я меня». Ненависть возникает от того, что человек хотел что-то от других, и ему не дали. Все. Ненависть сразу. Злоба. Злоба означает… Вот человек, допустим, в ведах говорится, что когда человек кушает, он должен прославлять Бога. Он не должен кушать для себя. Он кушает, чтобы пища здоровье принесла, она сама здоровье может принести. Если ты начинаешь для себя кушать, ты подавишься просто. Потому что когда человек для себя кушает, как он кушает? Давится. Да, человек для Бога кушает, но как кушает? И чувство долга означает, он кушает медленно, разжевывает пищу, прославляет эту еду, хвалит тех, кто приготовил. Ну, то есть он служит пищей этой. Так веды советуют кушать. Тогда человек служит пище, ему взяли часть пищи и забрали у него. Что произойдет? Он скажет, спасибо за то, что дали. Он служил, понимаете? Он смиренно относится. Представьте, человек давился пищей, если у него забрали половину тарелки. Что с ним произойдет? Злоба начнется. Ну, то все. На маленьких детях это очень хорошо видно. Если ребеночек, яблочко, допустим, тебе сам хочет отдать, ты берешь его, он будет плакать, нет? Нет. А если он тянет на себя, ты берешь, что происходит? Ну, плохо становится. Злоба перекрывает психику даже маленького ребенка. Не то, что взрослого человека. Поэтому единственная причина злобы заключается в том, что человек не хочет отдавать. не тянет на себя. Мы не всегда правильно что-то делаем. В этом причина злобы часто бывает. Например, надо знать, как вести себя на работе. Надо всегда на работе понимать, что ты служишь всем, кто находится вокруг. Если ты начинаешь что-то свое хотеть делать, то люди, которыми ты работаешь вместе, естественно, процесс-то общий, они тебя будут отвлекать от того, что ты хочешь делать сам. В результате ты будешь на них злиться, потому что ты не знаешь, как протекает процесс. Когда человек работает, он не должен настраиваться, быть один. Он должен всегда принадлежать всем. Во время работы человек принадлежит всем. Сразу. И он не будет тогда расстраиваться. Ему говорят, вот это надо сделать, потом вот это надо сделать, вот это. И так вся работа. Ему что-то просят его сделать, и он делает смиренно все. Так он счастлив на работе, потому что он настроен всем служить все. Если человек приходит на работу и хочет заниматься чем-то своим, что ему нравится, все, приехали. С этого момента работать невозможно. Начинается ненависть. Этот мне мешает, этот мне мешает. И тот на работе, я не могу на него смотреть. И все, и понеслась. И это не моя работа, не моя специальность, не мой долг. И на то училась, понеслась. Песня дальше развивается. А причина только одна. Там не хотела просто служить, а хотела наслаждаться. Все. Или хотел. Злоба отсюда возникает. В семейной жизни то же самое. Иногда люди в свою скорлупу залезают. Единственное время, когда человек имеет полное право залезть в свою скорлупу, это сон. Если хочешь жить для себя, пожалуйста, ложись спать. Имеешь полное право жить для себя. И так поспал, и так поспал, и так, и как хочешь. Нет проблем. Но это не жизнь, это просто сон. Это означает отдых. Что человек отдыхает для того, чтобы дальше жить. Но всю жизнь человек не должен жить для себя. Он должен отдавать себя сколько может. И так жизнь будет протекать в состоянии счастья, глубокого счастья. Если кто-то требует от тебя, говорит, дай мне. Надо от него отстраниться. Потому что так дать невозможно, когда тебя заставляют. Надо отстраниться от него. Надо делиться от него. И когда ты почувствуешь себя спокойно, то надо дать. От себя уже. То, что он просил. Ну, бескорыстно, честно от себя. И тогда будет все хорошо. Поэтому ненависть это болезнь, которая возникает из-за того, что человек не понимает, как надо правильно жить. Из-за отсутствия знания просто возникает. И все. Лекарство Лао Цзи пишет, что сталкиваясь с агрессией, надо научиться мягко это воспринимать. Мягко. Самый лучший воин, знаете, как отбивает удары? Он отбивает сильно удары, но без злобы. Самый лучший воин без злобы себя ведет. Я это усвоил, когда занимался самбо. Занимался где-то с 8 лет. Меня отдали в школу самбо. Это в Тольятти была очень сильная школа. Готовили чемпионов России. Ну, то есть там ВАЗ, там очень серьезная такая школа спортивная была. И нас гоняли там как сидоровых коз просто. Я помню. Маленькие дети 8 лет. То есть по 5 тренировок в день. То есть такая, ну просто очень аскетично. Очень аскетично. То есть постоянно выматываешься тренировки. Я заметил, что если ты подчиняешься просто судьбе и вот делаешь так, как тебе говорят, то все легко проходит. Как только начинаешь бунтовать, что типа мне все, нельзя уже бегать дальше, прыгать, то начинаются проблемы. Реально устаешь и плохо становится. И дальше не хочешь ходить на тренировку и все прочее. Но еще одну вещь заметил. Знаете, кто побеждает? Я заметил, что если человек ведет себя честно, твердо с тобой в поединке и при этом не злится совсем, то он выиграет. Ну просто спокойно. Вот его ты бросил, ну хорошо. Ничего страшного. Понимаете, есть люди, которые очень сильно привязаны. Ты его с ног сбил, все. Он уже сам не свой. Начинает беситься. Такие люди не могут выиграть. Потому что они очень сильно привязаны к победе. А надо просто служить, выполнять свой долг. Бороться для того, чтобы тренер был доволен. Все. Потому что он представляет Бога. Старший всегда представляет Бога. Так человек должен жить всегда. Это просто так должна протекать жизнь. Не реагировать грубо. Означает служить всегда. Все. Не реагировать грубо. Это лекарство. Как победить в себе агрессию? Очень просто. Надо просто понять, что когда человек злится, это форма страданий. Когда узнал это, я начал медитировать. Я взял людей и пофотографировал в состоянии злобы, в состоянии обиды, в состоянии горя. И я увидел, что вот эти искаженные все лица – это все одно и то же. Это форма страданий. Почему человек злится? Он просто… Ему больно. Ему плохо. Поэтому он кричит. Некоторые плачут. Некоторые кричат. Но это один и тот же способ реагировать на страдания просто по-разному проявляющиеся в психике человека. Поэтому злоба на самом деле – это форма страданий. Но когда человек страдает, его надо просто пожалеть. Просто что такое злоба? Это когда человек страдает и кричит на тебя – почему ты меня не жалеешь? Но он кричит. Это факт. Но от этого что может поменяться? Когда человек очень сильно хочет воздуха в реанимации и кричит – дайте воздуха, дайте воздуха. Что врач к нему подойдет и скажет – когда орать перестанешь, получишь воздух. Так он скоро перестанет тарать – это точно. Ему воздух нужен. Или человек говорит – аааа, клизму надо, клизму. У него запор уже неделю. Он кричит – понятно, что больно же. Ему надо освобождение. Хочет освобождение получить от запора. Что делать? Спокойно ставить клизму. Потому что когда ты ему клизму поставишь, он будет счастлив и успокоится. Потом будет прощение просить. Скажешь – просите, что я кричал. Третий пример вам приведу. Если вы когда-нибудь служили людям, когда они хотят кушать на раздаче, то вы можете заметить, что люди, когда к раздаче подходят, они злятся. Потому что они голодные. Ты им просто кладешься, служишь им, несмотря на их злой вид. Служишь им, служим, служишь им, служишь. Спокойно. Не реагируй на их злобу. Когда они наедятся зною, значит, что произойдет. В их сердце появится благодарность. И они придут к вам и скажут – спасибо вам за вкусную пищу. Понимаете? Почему? Потому что для человека, естественно, когда ему больно – злится. Человек хочет кушать, человек хочет туда, хочет того, хочет всего. Человек злится, потому что это боль, проявление боли. Когда я это понял, для меня реальное понимание получилось – зачем терпеть? За что боремся? За что сражается? За что что? Зачем мы терпим? Для того, чтобы помочь человеку. Он болен, поэтому он кричит. Нет другой причины. И так надо относиться к кричащему человеку. Надо ему говорить – да, конечно, абсолютно да. Точно. Починиться в своем сознании. Согласен. Допустим, муж приходит с работы и кричит на жену – ты будешь стоять передо мной на коленях. Ну, то есть у него глаза квадратные, вращаются, он орет что-то свое там на своей волне. Человек, когда злится, он на свою волну входит, невозможно понять вообще, что он делает, что он вытворяет. Допустим, одна, ну, очень хорошая семья, интеллигентная, хорошая семья. Я поставил лечение мужу и неправильно схему выбрал. И у мужа началось напряжение психики. И он начал ругаться на жену. Например, сказал ей – я тебя брошу. Просто сказал. Она подходит ко мне, ну, не как врачу, а как психологу говорит. Он мне такое сказал – это что, значит, он меня не любит там, он меня бросит. Ну, то есть начала сочинять. Целую поэму сочинила. Я потом взял, короче, посмотрел тонус. Смотрю, человека реально просто перекрывает. Его перегружает лечение. Я ему поставил правильно схему. Он такой обмяк говорит – что ты там наговорил, ты меня прости, мне так тяжело было. Вот и все. И так протекает вся жизнь. Видите, на примере лечения вы можете увидеть, что человек перегрузило, он начал психовать. Так поймите, всех перегружают в жизни. Человек не обязательно лечение может перегрузить. Вот планета не так встает какая-то, и человека начинает перегружать, он нервничает из-за этого. Это естественно. Естественно. Я вам больше того скажу, что я видел такие ситуации, когда люди, духовно продвинутые, в критической ситуации для своей жизни, они могут нервничать тоже. Не то, что они всегда нервничают, но иногда они не могут. Их срываются. Начинают нервничать. Духовно продвинутые люди. Критическая ситуация в жизни. Человеку настолько больно, что молитва уже не может ему помочь, и он начинает ругаться. А что делать? Это проявление боли всего лишь. Крик человека, вопли, обзывания. Это просто проявление боли и все. И надо к этому так относиться. Не надо думать, что он меня точно хочет бросить. Это все равно, что человеку взять иголочку в заднее место вставить, и потом внимательно записывать все, что он крикнет в это время. И запомнить на всю жизнь. Зачем? Он орет, потому что ему больно. А что он будет орать, это уже его дело. Когда человеку больно, что он кричит? Он кричит то, что больно другим. Он больше ничего не кричит. Ему можно кричать только то, что передаст боль, чтобы показать, как не больно, чтобы все поняли. Он кричит то, что больно другим, и все. Вот если ты, допустим, боишься развода, он будет кричать, «Разведемся!» и смотрит тебе в глаза. Почему? Чтобы понять, что тебе тоже больно, что он не один. Солидарность какая-то есть в этом. Когда человеку больно психически, он так ведет себя. Это естественно для каждого человека. Ну и что делать? Такова природа у нас. Мы не настолько чистые, чтобы боль свою честно переносить в своем сердце. Для этого надо быть святым человеком, очень глубоким. Часто мы не можем. Ну, поэтому надо просто спокойно относиться. Когда человек что-то кричит и в крике высказывает свои слова, это значит, что он просто не в себе. И надо к этому относиться очень спокойно. Не надо думать, что это серьезное решение какое-то. «Знаете, иногда человек один крикнул, допустим, разведусь с тобой, допустим, да?» А второй это воспринял серьезно. Знаете, что потом произойдет? Тот, который крикнул, тоже начнет серьезно воспринимать, что он крикнул. Он сам поверит в то, что он сказал, понимаете? Ну и зачем это надо? Какой смысл? Из мухи делать слона. Пускай себе эта муха летает. Прилетела – улетела, все, ее нет. Поэтому, сталкиваясь с агрессией, надо просто помягче реагировать. Это лекарство. Надо понять, откуда она берется и так вот реагировать. В конце концов, любая сила преодолевается другой силой. Если у человека есть сила нехватки любви, он мучается и кричит от этого. Значит, надо ему дать любовь, если у тебя есть. А если нет, тогда подальше держись, не трогай его. Ты ему помочь не можешь. Дать любовь, и он успокоится сразу. Вот и все. Единственный способ помочь. Стремиться к непринужденному и свободному взаимодействию – это лекарство. Ненависть означает недопонимание. Часто бывает так, что люди, из-за того, что они глубоко не понимают друг друга, такое разведут с три короба друг от друга. И это накручивается, накручивается, и они начинают столько придумывать. Но есть определенная категория людей, которые, несмотря на это, на то, что наговорили, 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 они могут просто смиренно взять и начать с тобой общаться. У меня в детстве был такой случай. Ну, в школе, знаете, в классе там разные группы. Одни на других говорят, другие на третьих. Ну, то есть, как-то вот так вот. Я там на парту залез, ну, имею образно. Начал там о ком-то высказываться. Там говорил, что-то говорил. И этот человек потом как-то ко мне подходит. Но он знал, кстати, что я его критикую. Подходит ко мне. Ты будешь с нами играться? Такой, спокойно, вот так вот. Знаете, по-доброму, по-простому, по-свойски. Знаете, у меня отшибло всякое желание дальше плохо о нем. Вот всякое. То есть все, что я сказал, это было уничтожено. Просто потому, что человек приблизился и по-человечески пару слов сказал. Просто предложил быть рядом и все. Достаточно уже, чтобы вот эта пелена, вот этой ненависти, злобы какой-то так и сошла. Этого достаточно. Поэтому надо стараться вот общаться так, как будто ничего не было. Ну, это тяжело. Первый шаг сделать тяжело. А лучше первый шаг делать на расстоянии от человека. Вот, допустим, вы видите человека, с которым у вас плохие отношения. Что дальше надо делать? Да, надо хотя бы что-то для него сделать. Что-то для него сделать. Вот у тебя с человеком плохие отношения. Есть только один рецепт. Если ты для него что-то сделал, честное, бескорыстное, что-то для него сделал. Сразу хорошее, то, что есть в нем хорошее, к тебе в сердце придет сразу раз. И ты о нем больше узнаешь хорошего. Сразу же. А если ты, ну, начинаешь, допустим, на расстоянии желать счастья, когда силы появились с ним общаться, еще сделай ему уже лично что-то. Допустим, скажи ему, доброе утро. И он такой неожиданно будет, потому что вроде воевали, и он так доброе. И пройдет мимо. Но сердце его смягчится. А в следующий раз ты уже подходишь к нему и говоришь. Вот у нас с вами есть такие вот общие интересы. Или что-то еще там такое. Ну, то есть еще служишь ему общением как? Еще служишь общением. Приближаться надо к человеку. Служение, а? Ну, потому что, значит, у него накопилось сильно. Ничего страшного. Надо проще. Проще. Знаете, когда человек простой, и с ним невозможно не общаться. Видели таких людей, нет? Найдите себе пример в жизни. Когда человек очень простой, ему все равно, хочешь ты с ним общаться или нет. Он подходит и говорит, добрый день. Все. Ты такой хороший человек. Все. Ему все равно такой, хоть что там, хоть как ты себя веди там. Все равно. Ты хороший все равно. Все. Без вариантов. Тебе придется принять. Это же сила. Ленин как победил Россию? Простотой. Товарищи! Ну, как можно не принять? Он чуть с броненосца не прыгает на них. В объятия. Как можно не принять? Люди сразу обмикают сердце. И принимает такого человека. Или Суворов, допустим. Маленький такой, худенький полководец. Огромную армию вел. Когда солдаты его видят, такие, знаете, стоят такие бревна. Ну, русский солдат. Латвийский не меньше. Вот. Стоят такие. Суворов. Маленький, худенький человечек. Подходит к солдату. Как он отношения устанавливает. Берет его за руки. Смотрит на него снизу вверх. Говорит. Василий. Он всех, всю армию знал по имени. Представляете, феноменальная личность какая. Всех знал, как зовут солдат своих. Василий, ты настоящий воин. У него глаза квадратные. Он в состоянии глубокого вдохновения от этого человека. Смотрит ему в глаза. А тот видит. Полководец. Самый главный начальник так относится к нему. Да он потом за нему всю жизнь отдаст. Один раз только он мог подойти к человеку. И этот человек отдавал за него свою жизнь. Настолько дух сильный был в армии. Никто не хотел сражаться. Все разбегались. Невозможно было сражаться с такой армией. Потому что все готовы отдать свою жизнь за полководца. Он пальцем покажет и все. У него ручка маленькая. Он в атаку. И все. Такая сила. Понимаете? Сила духа сильнее, чем сила внешняя. То есть сила духа означает любовь. Сила духа означает любовь. Любовь это самая большая сила. Невозможно против нее противостоять. Если у человека развивает человек в себе дух служения. Настоящая любовь проявляется через служение. Человек становится очень могущественным. Очень могущественным. Он может любые проблемы решить. Любые препятствия преодолеть. Я знаю одного человека. В России очень высокопоставленного человека сняли с должности. И все начали на него плевать. Я знаю одного человека. Он просто был другом этому человеку. Другом. Много лет вместе. Был просто друг. Он пошел его защищать. Хотя опасно. Как бы. Могут и тебя снять заодно. Он пошел просто его защищать. И выступил за него. Поругался. Никто его не снял. Почему? Потому что видит хороший человек. Искренне. Зачем снимать таких людей? Пускай будет. Так ведь или нет? Если человек любовь проявляет, это всегда ценится. Поэтому не надо бояться проявлять любовь. Это сила, которая всегда поможет только в жизни. Всегда только поможет. Она никогда не будет против. Зависть. Обсуждать прегрешения людские – это болезнь. Будучи в низком положении, засловить по поводу высокопоставленных – это болезнь. Будучи бедным, завидовать богатству – это болезнь. Засловить по поводу талантов человека – это болезнь. Таить зло на людей, которые превзошли тебя – это болезнь. И это все одна и та же болезнь. Эта болезнь означает, что ты сам не прилагал много усилий для того, чтобы быть счастливым. Но когда ты увидел счастливого человека – жаба заквакала в твоем сердце. А веды советуют за жабу душить. Единственное, что мы должны искренне душить – это жабу, которая живет в сердце. Больше ничего не надо душить. Веды не советуют больше никого душить. Но жабу надо душить. Зависть можно победить только, когда ее душишь. Я могу свой опыт немножко сказать. Зависть есть. Первое, что нужно – признать себе, что зависть есть. Допустим, смотришь на человека, какого-то человека, и там сердце сказало – ква! Душить. Подумайте – ага, так, и этому человеку я завидую. Все, дальше надо душить. Надо побеждать в себе любыми силами это чувство. Иначе оно не даст нормально жить. Это чувство разрушает всю судьбу. Когда человек кому-то завидует, дальше он нормально жить не может. Его жизнь вся будет уничтожена. Вся жизнь, все отношения постепенно будут разрушаться одним чувством зависти по отношению к одному человеку. Как это проявляется? По-разному. Человек может, допустим, тебя критиковать. Ну и что? Пускай критикуют. Это значит, Бог в его уста вложил силу, которая даст мне возможность стать лучше. Потому что, если в критике нет основания, это выглядит как шутка. Допустим, мне сейчас скажут, у Олега Геннадьевича нет очков. Вы видите все, что очки есть, но вам скажут, да нет у него никаких очков. Это как же шутка, правильно? Все смеяться будут. Ну как нет, есть очки. Это шутка, так? Или скажут, что он пришел на лекцию без ботинок. Но я с ботинками пришел, правильно? Все видели? Тоже смешно. Почему? Потому что это шутка. То есть, когда про человека говорят то, чего нет, это просто шутка и все. На это нет смысла обижаться. Почему люди обижаются? Потому что говорят о том, что есть. Но если у тебя хотя бы чуть-чуть это есть, так зачем обижаться? Прими. Это то, что тебе поможет. Это воспитывает, воспитывает. Со злобой говорят. Почему со злобой? Ну, потому что проблемы у человека в жизни какие-то. Его недолюбили где-то, недовоспитали, недодали ему что-то. Поэтому он и со злобой говорит о твоих недостатках. Опять же, не проблема. Проблема только заключается в том, что когда тебе о твоих недостатках со злобой говорят, то жаба квакает. А это твоя зависть собственная. Она наслаивается. Лучше всего жабе квакать, когда ты хоть немножко в чем-то прав. Например, тебя осудили со злобой. Это же плохо, неправильно меня так осуждать. И жаба сразу этим пользуется, начинает квакать. Немедленно. Что делать? Душить жабу. Вариантов нет никаких вообще. С ней не договоришься. Не успокоишь ее. Вообще невозможно. Это враг такого уровня, что его можно только победить силой. Есть. В духовном мире есть зависть тоже. Это желание лучше служить. Ну, у каждого человека есть. Допустим, тебе подружка приготовила очень вкусные сладости и отдала бескорыстно. Сказала только для тебя. Ты думаешь, ах ты какая, а. Ничего себе. Лучше меня приготовила сладости. Пошла готовить сразу сладости. Приготовила еще лучше. Еще смирение принесла и сказала, вот это для тебя. Подружка думает, я не могу так жить. Как же так? Она лучше меня приготовила и лучше вообще. Я даже самая лучшая была по сладостям. Живите так дальше. Почему? Я, знаете, вам сейчас расскажу историю. У нас в России есть Вайшнавский фестиваль медический, который проходит раз в год. Приезжают духовные учителя, садятся на сцене. Знаете, они чем занимаются? Целых три часа. Четыре-пять тысяч человек сидит. Знаете, чем они занимаются? Им дают слово, да, дают слово рассказать о своем, о том, какие лекции они будут читать. Знаете, они чего говорят в это время? Он берет микрофон в руки и начинает прославлять, рассказывать, кто рядом с ним сидит. Что за люди? И рассказывают про это столько-то, рассказывают про столько-то. Они сидят, эти все остальные, и думают, так, надо что-то делать. Духовные учителя. Другой вырывает микрофон и начинает рассказывать про это. И так они три часа рассказывают, очень искренне рассказывают друг про друга, что тот самый лучший человек, вот этот на самом деле. И при этом принижают себя всяческим образом. Рассказывают про себя всякие истории, которые принижают по отношению к этому человеку. Эти истории все правда, поэтому ничего невозможно сказать, не сделать. Единственный способ это рассказать еще что-то покруче. И все плавятся от любви в это время. Это самое лучшее время для учеников, когда они видят, вот как духовные учителя любят друг друга, и как они соревнуются в этой любви. Это не зависть, это слово зависть здесь неуместно. То есть зависть на санскрик называется мацария. Это слово применимое только к злобе. Когда человек жаба квакает, то жабу зовут мацари. Но когда ты соревнуешься с кем-то, соревнования как бы духовные соревнования, соревнуешься в тем, чтобы любить, служить, это не зависть совсем. Это другое чувство совсем. Оно похоже. Природу, на самом деле, вы должны знать, что все, что в этом мире есть, все проявления чувства, эти все чувства есть в духовном мире тоже. Но они чистые, чистую природу имеют. Понимаете? На самом деле, интимные отношения нарастают, когда ты любишь человека, не можешь к нему приблизиться, то в этом мире как бы это считается плохо. Ну, ты не имеешь права любить человека. А в духовном мире это самое возвышенное чувство любви. Там все наоборот, понимаете? Там, где нет зависти, все становится чистым и возвышенным. Но здесь это все осквернено. Понимаете? Все осквернено, потому что все осквернено только одним – желанием наслаждаться, наслаждать себя. Самое чистое и светлое то, что есть в духовном мире, здесь превращается в очень противное все. Зависть там очень чистое и светлое в духовном мире. Здесь самое противное чувство, которое может быть – это зависть. Там тоже есть ревность в духовном мире, но она другую природу имеет. Ревность означает в духовном мире, что кто-то служит больше, чем я. То же самое. То есть, ну, человек ревнует другого, что тот не может… У того есть возможность сделать больше, чем у меня. Понимаете? Для Бога ревность возникает. Не то, что ревность там, допустим, дай мне, а ревность я хочу отдать. Понимаете? Она другую природу имеет, чистую. И мы можем так тоже ревновать. Допустим, дети иногда. Ребенок служит один папе, и другой смотрит – я тоже хочу, тоже хочу папе служить. Ну, как вы думаете, этот будет против, который служит уже папе или нет? Вы ошибаетесь. Он будет только за. Если он в состоянии счастья, радости служит своему папе, и кто-то еще подсоединяется. Он говорит – столько надо делать, пожалуйста, помоги. У нас часто бывает так. Вот у нас большая семья, мы работаем в медицинском центре вместе. Там больше 30 человек. И мы проводим духовные программы в воскресенье. И после программы у нас надо готовить. Мы сначала все вместе готовим пир, а потом кушаем все вместе. И знаете, там борьба за то, кто будет готовить. Потому что кухня не такая большая. Но она больше, конечно, чем обычная кухня. Там можно приготовить человек на 100 сразу. Но место все равно ограничено. И люди просто лезут, все хотят что-то сделать на кухне. Идет борьба. Каждый побеждает. Побеждает сильнейший. Один выталкивает другого. То есть все пытаются картошку, хватает. Там чистят. Но никто не против. Никто не против, чтобы кто-то помог. Но каждый побольше пытается себе взять, чтобы приготовить. Вас устраивает такая борьба или нет? А почему нет? Представьте, если на вашу кухню муж лезет, чтобы что-то хотя бы сделать. Хотя бы помыть полы. Жена готовить, и муж вьется, чтобы что-то помочь. Что, разве плохо? Хорошо. Хорошо. Или муж, допустим, что-то делает. И жена, он, допустим, гвоздь забивает в стену. Ну понятно, жена не сможет гвоздь в стену забивать. Тяжело. Но она стоит рядом. Говорит, молодец. Давай, давай в стену гвоздь. Разве мужу будет плохо? Жена помогает гвоздь стену забивать. Будет хорошо. Хорошо. Она соревнуется, тоже старается. Ничего плохого в этом нет? Хорошо. Это соревнование не приносит страданий, понимаете? Потому что оно имеет чистую природу. Страдания возникают только из-за грязи. Когда человек хочет себе больше с корыстными мотивами, не с мотивами служения, тогда наступают страдания. Как избавиться от зависти? Придушить себе желание злиться и ругать. Вот хочется... Душить надо всё. Сразу же. Придушить это. Мы не поможем злобой никому. Осуждение не поможет жить человеку. Не исправит его. Я вам уже рассказывал, что разум при этом... Да, мы кого-то грубо кому-то относимся. Разум закрывается у человека. Он не может проанализировать ничего. И это значит, что помощи никакой нет. Всё. Никакого смысла в ругани нет вообще. Бессмысленное деятельность. Разрушающее отношение. Разрушающее судьбу. Но не помогающее. Также детям, грубо говоря, бессмысленно. Особенно детям. Если человек-ребёнок двойку получил. Надо успокоиться. Первое, что надо сделать – успокоиться. Потом подойти и спросить. Потому что мы не знаем, почему он двойку получил. У меня несколько случаев в жизни было. Когда ребёнок просто плохой период астрологический наступает. И его мучают родители. Учителя мучают, чтобы он лучше учился. Он не может просто. Не может. У него нет интеллектуальных, физических и психических сил. И ребёнка доводит просто до того, что у него психика ломается. И его отводят в больницу. Почему? Потому что они выдерживают нагрузки. Хотя внешне кажется, что он двоечник. Он не хочет учиться. Кажется. Он не может. Сейчас я вам по секрету скажу, что на самом деле это 90% случаев, почему дети не учатся хорошо. Просто они могут по-разному это мотивировать внутри. Кто-то это садится за компьютерные игры. Кто-то всё. Но есть одна причина, что ребёнок не может учиться. У него нет психических сил. Потому что психические силы учиться означают только одно. Внутренний энтузиазм. Желание учиться. Неправильно построен учебный процесс. Учебный процесс должен быть построен на мотивировании человека. То есть надо человеку доказать, что это ему надо. И тогда он сам с удовольствием это будет делать. Ни в коем случае не надо его заставлять вообще. Как мне иногда пишут записки. Заставьте нас делать зарядку с утра. Ни за что на свете. Зачем? Я хочу, чтобы глаза блестели у людей. Чтобы они с радостью вставали с утра сами. Делали зарядку. Вот чего я хочу в жизни. Я не хочу, чтобы человек заставлял себя делать зарядку. Какой смысл? Всё равно всё это закончится. И очень быстро. Нет смысла никакого. Нужно радость селять в сердце. Не надо никого ругать. Руга не означает бессилие. Невозможность помочь. Пьяный лежит в луже. Помоги, если хочешь. Не можешь сил, не хватает с ним возиться. Ну, не трогай. Делай так, чтобы он не задохнулся и иди дальше. Переверни его на другой бок. Или ещё что-то. Но так или иначе, не мучай его своими словами, руганью. Бесполезно. Ты не поможешь этому человеку. Только любовь может помочь. Его дожила. Поехали мне. По щиру, емуsåimas. По щиру.